Первого Ярославского. Утреннее телерадио-шоу. Первая студия. Друзья. Продолжаем встречать ёлку. И... Ну хорошо. Хорошо. Преодолел это препятствие. То есть, Мишуру, ты вчера содрал себя, вот как бы, вот это тебя, в общем-то, и не смутило. Мне ничего не смущает, да? Да, нормально всё. Друзья, на самом деле, у нас сегодня среда на календаре, 20 декабря. А это значит, да, всё ближе и ближе Новый год, и мы готовы к этому празднику. Лёшка вот ёлку недавно надел себе на голову, теперь снял с своей головы. Ну а с вами сегодня до 8 утра. Будем мы. Серёжа Воронин. Доброе утро. По традиции Лёша Торхов, уже без головного убора. Ксюша Рулёва. Друзья, сегодня у нас с вами очень важная тема. Мы будем говорить про Новый год. Вот так вот. Нормально? Неожиданная тема. Мы объявляли вам предновогодний двухнедельный полумарафон. В смысле не полумарафон, просто марафон. Эфирный марафон. Вот мы вам его и выполняем, на самом деле. Вот новогодние темы обсуждаем. И сегодня мы решили вспомнить, что наступает в 2018 году год кого? Собаки огненной земляной. Жёлтой земляной собаки. Поэтому мы сегодня хотим вам рассказать, в чём нужно встречать Новый год. Какие цвета должны быть. Как украшать дом. И, конечно же, какие приметы стоит соблюдать, чтобы деньги к вам пришли, дети к вам пришли, гости к вам пришли, и ничто и никто от вас не ушёл. В общем, мы сегодня вам рассказываем про приметы, но мы, опять-таки, конечно же, всего не знаем, поэтому вы звоните нам и тоже рассказывайте. Вообще, соблюдаете ли вы эти приметы? Ведь каждый год они в огромных количествах пишутся в интернетах. Не только бумажку сжигать, а шампанское кидать. Это единственная примета, которую я соблюдала в своей жизни. Которую я знаю вообще. Да, и в принципе тоже. Вот, смотрите, рассказывайте, соблюдайте, не соблюдайте, в чём будете отмечать Новый год, уже как-то готовитесь к этому празднику или как у вас вообще дела с этим обстоят. 744-636. Группа ВКонтакте, Первая студия, там у нас есть опрос. Серёжка Воронин придумал его. Смотрите, и сегодня же мы с вами ещё разыграем. У нас вот из фактического наличия на нашем столе это билет на каток. Так. На каток, на контрольную набережную, на которой мы встретимся с вами все вместе уже в это воскресенье. Время, опять-таки, мы озвучим уже завтра, скажем, во сколько мы там будем встречаться. И, конечно же, у нас есть один пригласительный на ёлку в музей Эйнштейна. И второй пригласительный на ёлку в музей Эйнштейна. Поэтому звоните нам, рассказывайте всё, отвечайте на Лёшкины вопросы и будет вам счастье. Ну а сейчас наступило время новостей от Серёжки Воронина. Новости Стало известно, куда приедет первая детская больница. Росгвардия призывает не рассказывать в соцсетях о планах на отпуск. И локомотив обыграл «Спартак» начало 8-го в Ярославле. А самым главным прямо сейчас. С проспекта Ленина на улицу Семашка первая детская больница меняет место прописки. Напомним, после того, как здание детской больницы признали аварийным, начался поиск места, куда бы могли переехать все отделения. По информации Департамента здравоохранения, проблема уже решена. Отделение перевезут в больницу именно Семашка, где представят помещение площадью 700 квадратных метров на 40 оек. Росгвардия призывает россиян не рассказывать о предстоящем отпуске в соцсетях и не выкладывает фотографии во время отдыха. Как отметили ведомцы, подобные посты могут увеличить риск квартирных краж. Особенно в новогодний праздник, когда горожане покидают свои квартиры. Их хоккеисты «Локомотива» одержали победу над «Спартаком» со счетом 2-1. Железнодорожники уже в начале матча повели в счете 2-0, отличились Фатеев и Елесин. Гол престижа у «Красно-Белых» на счету Трудневого. Ярославцы продолжают преследовать на запте «Ёкерит» и идут на четвертом месте. Уже завтра подопечный Дмитрия Квартального сыграет с «Дминским» «Динамо». А валюта и доллар по Центральному банку 58 рублей 61 копеечка, а евро 69 рублей из 17 копеек. А теперь Алексей Торхов также о погоде. О погоде! Давай, дорогой! Друзья, сегодня в Ярославле воздается пасмурная погода, возможно снег. Днем температура воздуха составит 1 градус ниже нуля, ночью минус 2. Ой. Тепло. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, просто меняй пасмур, Сережа. Мне кажется, вот эту вот шапку позора нужно поднимать периодически, если вот какие-то вот сложные... Как фамилия? Труднев? Труднев. А, Труднев, хорошо. Да. Друзья, вот такая была... Почему ты сейчас нормально выговорил Труднев? До этого были некоторые трудности. Друзья, у нас все-таки Новый год близко, поэтому у нас возникают некие трудности с дикцией. Бывает, да? Нет, это... Что? Просто Сережа. Это... Да, просто все. Друзья, на самом деле все. 2018 год, год земляной желтой собаки. Мы сегодня с вами рассказываем о приметах, которые вы соблюдаете или не соблюдаете. Рассказывайте нам о них. Звоните 744-636. Группу ВКонтакте Первой студии. Разыгрываем два билета на елку в музей занимательных наук и один билет на каток, на котором мы все с вами вместе встретимся. И вот сейчас настало время принять звонок, и мы его берем. Уже. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Как вас зовут? Алексей. Алексей, ну-ка расскажите, Алексей, вообще, вы придумали, в чем вы будете встречать Новый год? В желтой рубашке. В желтой рубашке. Ну, подходит. Нагладили уже? Нет еще. Нет? Висит. Я уже не купил. Я уже не купил даже. Ну, вы определенно решили, что в желтой. Да. То есть вы посмотрели, что год желтой земляной собаки, и решили не в свете земли, а в свете солнца встретить этот год. Да. А приметы знаете какие-нибудь на год собаки грядущей? Ну, я считаю, что должно быть мясо на столе. Так, потому что собака любит мясо. Так. Не нужно, думаю, считать, в этом году лаяться будет. Что? Нужно быть по сдержанной. По сдержанной. А, лаяться. Лаяться. Так, еще. Бывает, да. Нужно целый год весело встретить Новый год. Это обязательная вообще традиция. Нужно желательно это делать каждый год. Ну, с друзьями собака такая общительная живота, да? А с костями как у вас дела обстоят? Я просто тут пока готовилась, почитала, что неплохо было бы на столе иметь имитацию косточки. Это может быть блюдо в виде косточки, либо мясо на косточке. Как вы с костями обгладываете? Нормально? Да, нормально. Нормально все. То есть кости будут на столе тоже. Раз уж надо, так надо. Для собаки-то надо, конечно. Алексей? Собаки у нас есть кот. А, все, понятно. У нас вот год, маленький год кота. Леша. Я знаю, у Леши есть вот такой классный справочник и вот гороскопов. Да, вы кто, кстати, по гороскопу, Алексей? Овен. 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 Хорошо, сейчас... Я знаю, что женщины-овены очень плодородные будут в 2018 году. Я вот читала про это. То есть если у вас есть женщина-овен, быть может, она кого-нибудь и родит. Леш, можно проверить информацию, либо подтвердить? Могу, Сереж. Ну-ка. Овны. Овены. Да, вот вы как овен. Вам нужно готовиться к переменам в жизни. Вы будете энергичны и предприимчивы. Если успех вас ждет уже весной, далее в ваших силах его закрепить, понимаете? Подождать недолго. До весны-то всего ничего. Январь, февраль, там, март уже весна. Ну, просто доживите до весны, я думаю. Да, январь, февраль, главное, с нами проведите, а весной все будет хорошо, обязательно. Алексей, смотрите. С нами проведите. Скажите, пожалуйста, куда вы хотите сходить? У нас есть приглашение на каток и у нас есть билеты на елку. Это необычная елка у нас. Да, очень интересная, научно, познавательная. Каток. На каток. Все попроще каток. Все, конечно, конечно. Вы все надеетесь там встретить нас, я так понимаю, правильно? Абсолютно. Мы вас очень любим. Мы вас любим взаимно в ответ. У нас сейчас наступило время чего? Игра зума, Леша. Я испугался. Игра зума, да. Игра зума. Я не могу работать. Алексей? Да, да, да. Смотрите, у вас есть коньки? Коньки нет, у меня нету. А там бесплатно дается. А там, да, ну ладно. Без разницы. Смотрите, вы же знаете, что раньше коньки, они были сначала, вот опять-таки, из костей делали, еще из чего-нибудь, из чего только не делали коньки. Но, вот, тонкие лезвия, вот, которые сейчас у нас есть, да? Кто придумал? Кто придумал? Кто придумал? Кто же, кто же? Алексей. Норвежцы, французы или немцы придумали изготавливать тонкие лезвия, как думаете? Для коньков. Для коньков, Сережа? Конечно. А покажи ответ. А, я вижу, все. Я думаю, что это норвежцы. Во! Классно, да? Откуда такие познания в области коньков? Окей, хорошо. А почему норвежцы, как вы думаете, Леша? Ну, что-то там историку-то слышал, они там любили кататься и что-то там обычные ножи, что-то они как-то там ставили. Вот так вот. Ну, это правильный ответ, Алексей. Абсолютно верно, Алексей. Пальцем в небо и норвежцы. Чего они тут делали? А, и так на свет появились профессиональные беговые коньки. В 1888-м? Делали коньки и появились коньки. Да? Смотрите, вы теперь узнали, откуда взялись коньки, и теперь вместе с норвежцами? С навер... С навер... С навер... С навер... С навер... С навер... Да, да. Можете отправляться к нам на каток на контрольной набережной вместе с первой студией? Да? Да. Алексей. Алексей, в рубашке давайте. В желтой. Да, ждем. Без рубашки не признаем. Передавайте привет. Все будете? Мы частично все. Все. Кого вам надо конкретно? Нет, кого вы? В своей семье, в своей любимой работе и регбинной команде в флагман и всем, кто меня узнал. И вам самое главное, хорошего настроения и здоровья. Спасибо, Алексей. Не кладите, пожалуйста, трубочку, расскажем, как забрать наши замечательные билетики. Ну, а я перехожу к приметам, которым я не очень доверяю и практически никогда не соблюдаю, кроме шампанского. Да, 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 да. Что у нас ждет в 2018-м? Для того, чтобы все было хорошо с деньгами. Надо повесить вот купюру новую. Ну, подождите, у меня... Кто повесил вот эти елочки из машины? Это я. Это из машины у меня висит. Друзья, ну, послушайте, послушайте. Чтобы деньги были в 2018-м году, нужно накрыть стол крайне нарядной скатертью. Крайне это как? Вот я не знаю, крайне. Она должна быть золотой, по всей видимости. А сверху, друзья мои, поставить глиняное блюдце с зерном и монетками. Это привлечет благополучие и процветание. А зерно же это в год петуха было вроде. Ну, видимо, собаку тоже можно использовать. То есть собака тоже клюет зерно, ты имеешь в виду? Я не знаю, зерно и монетки. Крайне нарядная скатерть. Но, видимо, это привлекает богатый. На 2015-й год. На 2018-й год. Вторая примета, которая у меня видится здесь. Если в разгар праздника у вас зачесалась левая рука, запомните этот момент, потому что вас ждет большая прибыль. Ого. То есть если у вас чешется рука, почешите руку, у вас ждет прибыль. А правая. И обязательно накануне праздника, но не 31-го, 30-го, 29-го, 28-го проведите дома генеральную уборку. Вот самое главное. И избавьтесь от сломанных вещей. Это позволит очистить дом от негатива и привлечь в дом положительную энергию. Просто от хлама. Да, какого числа надо это сделать? Не 31-го. А какого? 30-го, 29-го? До Нового года. Накануне. Слава богу, можно не убираться до 29-го. И обязательно, друзья, купите заранее копилку в виде собаки и заполните ее горстью монет разного достоинства. Вот, копилочка у меня есть. О, копилка, кстати, да. У меня свинка. У меня нет. У меня собака. А у меня свинка. Класс. И что делать, если свинка? У меня собака так же скидывает, если я буду наполнять. В твою копилку. Друзья, 744-636, группа ВКонтакте, Первая студия, соблюдайте, не соблюдайте приметы, в чем собираетесь, в чем собираетесь отмечать Новый год. Кстати, 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 про мальчиков написано. Про девочек-то понятно. Там сейчас нам все расскажут. У нас дизайнер одежды придет. У нас написано в моих листах, что мужчинам нужно встречать Новый год крайне консервативно. В костюме тройки? Ну, в костюме тройки. Нет, а цвет какой? Черный? Ну, если будет желтенький или золотистый, ну, вряд ли ты придешь к золотой рубахе. Слушай-ка. У тебя есть золотая рубаха? У меня есть золотой костюм. А, вот, господи боже, у нас есть звонок. Доброе утро. Доброе утро, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Алексеевна, мы вас признали. Определюсь сразу. Так. Я ничего лишнего говорить не буду, вы все поймете из стихотворения. Давайте. Давайте. В последний раз про кукареков умчится далеко петух, и год собаки друга человека придет, как добрый, верный друг. Он для меня совсем особый. Я в год собаки рождена, и потому желаю, чтобы была к вам добрая она, чтобы на вас никто не гавкал, зло не показывал, а скал, и не собачился, как шавкаюшка, конечно, не кусал, чтоб были умными детишки, чтоб были верными друзья, жизнь интересную, как книжка. Всех с Новым годом. Это я. Ильяш улыбается. Поздравляем вас с наступающим вашим годом. Екатерина Алексеевна, спасибо огромное за стихотворение. Скажите, пожалуйста, вы уже придумали, в чем вы будете встречать Новый год? Ну, все висит в шкафу. Что надо, что вяжу, то и надену. Правильно. Только в старом нельзя. Надо новое купить. Да. Ну, не думаю, что я это сделаю. Потому что... Ну ладно, новую юбчонку новую, рубаху желтую, и как бы и вот она, и собака, и Новый год, и радость. Это ж нарядится девочке, женщине, девушке. В любом случае, это же всегда приятно. А еще можно винные губки нарисовать. Написано так. Приятно-то приятно, но уже, как говорится, столько было куплено, когда я работала в школе, что... Так что еще... Надо изводить. ...больше не хочется, потому что редко куда хожу. Вот в субботу, кстати, отмечала школа свой юбилей, 80 лет. Я там была в губе «Энергетик». Так. И? Вот. Нарядные там были? Я только что перед учителями выступила, а перед детьми нет. Понятно. Екатерина Алексеевна, а приметы соблюдаете? Есть, наверняка, какие-то? Нет. Вообще, ребята, это стихотворение было написано 12 лет назад. Так. Так, год собаки. Я подумала, а что ж, я буду писать каждый раз в декабре. Так. И начала писать остальные. Так. А как это с приметами связано? А? А приметы-то соблюдаете? Ну, кроме стихи в декабре? Нет, не соблюдаете. А потом, вот последнее стихотворение я написала за год. Ага. Думай, вдруг не доживу. Екатерина Алексеевна, ну куда вы, ну куда вы вот в первую студию такие мысли? Ну вы что хоть? Гоните прочь. Ну, в мои годы это можно, ребята. Нет, нельзя, Екатерина Алексеевна, ни в одном возрасте. Мы вам не позволим это делать в прямом эфире. Пойдем на каток в воскресенье. Ни в коем случае. Екатерина Алексеевна, смотрите, у вас же есть очень много всяких внучек, внучеков, ну, в общем, вот всяких детишек. Трое, трое. Вот, вот. И у нас есть замечательный пригласительный на елку в Музей занимательных наук. Там действительно очень интересно. Мы ерунду не разыгрываем. Поэтому у нас к вам вопрос. Хотите попробовать выиграть для своих детишек такой подарок? Ну, можно попробовать. Когда я тут сижу, так почти всегда отгадываю. Ну, давайте. Леша, давай. Дерзай. Екатерина Алексеевна, ну, простых у меня как бы нет. А, нет, есть. Ну, как? Вот первое, вот уличная такая, публичная елка. Вот как. Публичная елка. Публичная елка была. Устроена в 1852 году. Допустим. Но где? Вот дам два варианта ответа. Как вы думаете? Вот первая елка, которую поставили на улице. Публичная елка. Красивая, наверное. На площади где-то, да? Причем, на какой площади, Сережа, ты меня сбил? В здании она была установлена. А, в здании. В каком городе? Ну. А люди-то туда приходят? Ну, и к какому городе-то? Вокруг кеулочки-круса в Петербурге или в Москве? Как думаете? В северной столице или просто в столице? Я думаю, в Петербурге. Ну. Абсолютно верно. Екатерина Алексеевна, мы вас поздравляем. Ваши замечательные внучки. Да, пойдут, пойдут на сказки. Отправляется на очень классную елку в Музей занимательных наук. Спасибо большое. Не кладите, пожалуйста, трубочку. Расскажем, как забрать ваш замечательный билет. И радуем ваших детей. Друзья, звоните нам. 744-636. Группа ВКонтакте. Первая студия. У нас еще есть один билет на елочку. А сейчас настало время. Га-ра-скопа. Ура, получилось. Гороскоп. Итак, овны. День, пока день. Год мы уже начали про овнов говорить, но пока день. Будет удачно в плане разнообразных экскурсий и прогулок. Тельцы, вас будет переполнять оптимистичное настроение. И прошлые проблемы уже не будут вызывать негативных эмоций. Класс. Близнецы, желание новизны будет основным двигающим фактором в вашей деятельности сегодня. Супер. Раки, возможно, некоторые улучшения взаимопонимания в семье. Львы, успехи в учебе и контактах с единомышленниками сегодня будут вам сопутствовать. Как звезды. Дьявы, используйте все свои стороны для завоевания интереса широкой публики. А весы. Самое время поработать на карьерный рост. Если до этого вы работали не на него, то начинайте работать на него. Ведь обстоятельства будут этому способствовать. Скорпионы, появится шанс серьезно улучшить отношения со второй половинкой. Стрельцы, ваш материальный успех будет определяться не тяжким трудом, а наличием нужных связей и информаций. Так что, знаете, у кого попросить. Правильно. Козероги-звезды советуют вам смотреть на все сегодня с особым оптимизмом. Водолеи, постарайтесь улучшить домашнюю атмосферу. Забудьте ваши прошлые разногласия. И поставьте картину с зерном и монетками. Да, и рыбки, наконец, усвоение и обработка нового материала станут для вас легким делом. Спешите реализовать эту возможность. Друзья, и еще одна замечательная примета в год собаки наступающий. Поставьте копилку возле дома, которую мы нашли у Воронины сейчас с собакой. Это возле частного дома? И просите всех гостей бросить туда по монетке. Вот тебе финансовое благополучие. А если это 17-этажка? А не важно. Не обязательно же соседей звать, просто гостей. Ты что же, 18-этажку себе на Новый год позовешь? Вполне. Я тебе не верю. Друзья мои, смотрите, 744-636, группа ВКонтакте, первая студия. Верите вы в приметы, соблюдаете ли что-нибудь, знаете ли какие-нибудь приметы на наступающий год желтой земляной собаки? В чем будете отмечать Новый год? Какие цвета вы будете использовать? То, что спектр достаточно широкий. Да, желтую рубашку мы уже применили. Да, поняли. Может быть, есть, кроме золотого костюма и желтой рубашки, еще что-либо. Желтые носки у меня есть. А красные штаны у меня есть? Красные штаны есть? Нет, надо желтые. Желтый, золотой, там, охра и так далее. Нет, у меня полный комплект. То есть ты готов? Я готов к Новому году. Абсолютно. Если вы видите полностью желтого человека в новогоднюю ночь, это наш Лешка Торхов ищет копилку собачью. Друзья, 744-636, группа ВКонтакте Первой студии. Сейчас реклама, никуда не уходить, скоро вернемся. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу Первая студия. Ну что, друзья, Первая студия начинает свою работу. И с вами до 8 утра будем мы, Сережа Воронин, Лешенька Торхов. И Ксюша Рулева. Друзья, сегодня мы с вами обсуждаем наступающий год желтой земляной собаки. Рассказываем о том, в чем нужно встречать Новый год, в смысле, в каком цвете. Нужно рассказываем о тех приметах, которые нам советует наш мозг интернета. И наши телезрители, которые набирают наш по телефону 744-636. И группа ВКонтакте Первая студия. У нас ничего не изменилось. И у нас еще есть розыгрыш. Да, у нас осталась елка. Елка в Музее Занимательных Наук. В общем, если у вас есть детишки, там действительно очень классное представление устраивают ребята. Поэтому звоните нам, выигрывайте этот билет на эту замечательную елку. А мне вот, кстати, быстренько спрошу, а вот почему земляной собаки-то? Ну, я не знаю. Что, земляная? А то есть красный огненный петух тебя не смущал. Просто цвет, в Китае же там все желтенькое. Нет, желтая понятно. А земляная-то тут при чем? Земляная при чем? Она же не крот. Ну, видимо, по цвету тоже земля такая. Это видишь, это же стихия, вебинар. Земля, вода, огонь, воздух. Вот. И в прошлом году был огненный петух. В этом году земляная собака. У них вот как-то все вот в эти стороны завязано. Все понятно. Друзья, на самом деле год-то ожидается очень даже неплохой. Я так пробежалась по гороскопам, посмотрела, да, то, что там знакам дядяка советуют. Но не у всех прям все сильно больно хорошо. Но в принципе, в общем и целом есть. Дозвоните до нас, говорите, кто вы по знаку зодиака. Мы вам прочитаем, чтобы просто не просто так прочитать. А все-таки по делу, да. Да, предскажем будущее ваше. Ну, не ТСМ прям предскажем, но немножко... Сориентируем, направление дадим. Но на самом деле, если вы думаете, что 2018 год, вот-вот, ничего хорошего вы от него не ждете. Если вдруг есть такие люди, не дай бог, знайте, что не у всех он наступит. 2018. Именно. И Сережа Воронич сейчас расскажет, почему. Оказывается, да. Апокалипсисы ждут. Нет, в разных странах, оказывается, разные у нас года. Да, происходит. Ну-ка. Давайте посмотреть. У кого-то 2013, да? Сейчас все узнаешь. Смотри, это кто? Да, ну, это Москва с... 2018, это все понятно. А вот дальше. В Таиланде наступит 2561 год. В Эфиопии 2011. Ты рядышком был, Леш? С 13-м. В Израиле, например, 5778 год. Ого. Ребята когда? Хорошо живут. В Пакистане 1439. Отпоздали чуть-чуть. Всего лишь, да. Пакистанцы. На пару тысяч лет. А в Иране 1396 год. Так. Индия 1939 год. Нормально. 1939. Ребята радуются. В Японии, например, наступит 30-й год. Всего лишь? Ну да, лет 30 они живут. Да, наше пришествие императора на престол. Итак, по китайскому календарю наступит 4716 год. И, например, в Корее северной наступит всего лишь 107-й годик. Смотри, мне так интересно было, еще раз про 30-й год расскажи. А это по императору? Да, пришествие на престол императора и считается годами от его пришествия. Слушайте, а 1939? А 1939 надо сказать. Это же вот если вспоминать 39-й. Да, не очень хороший год. Да, не очень хороший год в нашем плане. А получается у них вообще был не тот год в то время, да? Ну там, совершенно верно. То есть история пишется другими годами? Ну да, там свой календарь у них по разным исчислениям. Нет, то есть если мы и говорим то, что... Ну формально 2018-е у них, да? Если вы нам из Пакистана сейчас позвоните, друг, как бы мы вас не поздравляем с 2018. Но по своему, да, календарю или это исчисление, у них другие годы года. Слушайте, ничего себе. А у них же и не год собаки получается. Это, кстати, про скатерти нашел. Желтые, но я все время думал, а что можно... О скатертях? О скатертях. Положить желтую скатерть или можно комбинировать 2-3 контрастного цвета. Зеленый плюс желтый. Зеленый, коричневый и плюс желтый. Кстати, очень красиво будет. Это будет, кстати, правда красиво. Ну такая радуга. Люблю такие всякие штучки. Смотрите, на самом деле... А у меня тут очень много всего. Я говорю, 7... Я хочу... Я столько никогда не печатал. Я хочу про приметы. Давай. Ну, расскажите. Да, расскажите. Просто на самом деле, вот у меня из того, что есть, если вы увидели в новогоднюю ночь собаку, то вас ждет удача и счастье. Если с 31 на 1 встретили собаку на улице, обязательно покормите ее. Ну, то есть, как бы, чтобы все было обязательно хорошо. Есть у меня сделать елочную игрушку в виде собаки. Ну, так все понятно. А завести собаку. Да, кстати, тоже неплохой вариант, да. Вот смотрите, как среди... Можешь завести собаку. Да, кстати, я тоже хочу. Хочешь, Серег, скажу. У меня такая маленькая квартира, что мне кажется, у меня с собаки там... Нам со Степой-то места не хватает, а собака... Чего ты, Сереж, хотел сказать? Это Степа-то, видимо, кот. Наш маленький кот. Кот Степа, да. А у нас есть звонок, по-моему. Подожди, подожди, Сережа хотел. Я расскажу вот очень необычная примета. В 2018 году нужно нарисовать схему комнаты, где ты будешь отмечать. О, Господи. Подожди. С мебелью? Можно с мебелью отметить стороны света. Итак, смотрите, северо-восточная часть, если ты сядешь на северо-восточную часть... Так, северо-восточная часть это где? Улучшает умственную деятельность, поможет приобрести мудрость в новом году. Восточный сектор. Ну, вот скажи, где северо-восток, юго-восточный. Подожди, взаимопоминания в семье. Южно-восточная часть комнаты отвечает за состояние семьи, поэтому, если вам не хватает денег, разместите елку именно там. Ага. В юго-восточной части, Леш. А юго-восточная часть? Ну, в зависимости от того, где ты находишься. Ну, вот если вот я здесь... Компас возьми и поставь. У нас стол круглый, здесь... Так, за славу и признание отвечает южная сторона. За юго-западный сектор поможет наладить отношения в браке. Запад отвечает за пополнение семьи новыми членами. Вот так. Овны, овны будут рожать, я прочитала. Северо-западная часть, помещение для ценителей путешествий, если хотите отправиться... Подожди, а то есть из этой комнаты не выходить больше никогда? Почему? Вот празднуешь Новый год, выбираешь себе часть, разделяешь ее. С помощью компакса. Компакса? Да. Ставишь и садишься. Взял, нашел себе компакс, почему нет? Да, новый прибор, новый прибор. Друзья, у нас есть... Все, у нас есть звонок. Доброе утро. Алло. Алло, как вас зовут? Здрасте, меня зовут дядя Саша Горбунов. Дядя Саша Горбунов, нам очень приятно вас слышать. Дядя Саша, откуда вы? Сережа. Я из Брагина, собираюсь на рыбалку. Во-о-о. Зимняя? Ну, конечно. А лед-то не тонкий? Ну, конечно. А лед-то не тонкий? Ну, по озерам нормально. По озерам нормально. По озерам нормально. Дядя Саша, подскажите, пожалуйста, вы к Новому году-то готовитесь? А я всегда готов, у меня каждый день как Новый год. А вы наряд себе придумали? Что себе? Наряд, наряд, наряд. А, я буду дедом Морозом. А надо тогда в желтом костюме-то быть. Да, ну. Чтобы как собака. Я не знаю. В красном. Я вообще пушистый, как желтый цыпленок. Желтый цыпленок. Дядя Саша, у меня к вам серьезный вопрос. А вы приметы верите? Вы их соблюдаете? Вот, допустим, в канун Нового года нужно сходить на рыбалочку. Я такое не читала. Лещат. Лещат. Я знаю одно. Что надо обязательно 31-го идти в баню. Вот. А полетим в Питер или не полетим, это уже не у каждого. Дядя Саша. А вы в курсе, что иронию судьбы федеральный канал решил не показывать? Да как? Вот так, отказался от показа этого новогоднего фильма. Мы скачаем, дядя Саша. Дядя Саша, мы скачаем иронию судьбы и будем в сотый раз смотреть. Да? Очень здорово. Очень здорово. А кто по гороскопу, дядя Саша? А я родился в год кота под созвездием стрельца. Я же не могу сказать, сложно ли это. Стрелец. Дядя Саша, хотите вам такое напутствие на следующий год? Прочитаю. Наставление просто торхов, но это не всегда. Смотрите, смотрите. Вот стрельцы в год собаки, дядя Саша, смогут увлечь за собой многих последователей. Может быть, вам стоит открыть новое дело или удариться в политику? Знак вопроса. Вас ждет баснословный успех, дядя Саша Горбунов. Мы будем за вас голосовать, если вдруг. Дядя Саша, скоро выборы. Может, попробуете? Нет, политика дело тухое. Рыбалка лучше. Рыбалка намного лучше. Дядя Саша, спасибо вам огромное за позитив. Спасибо. Это просто нереально. Что-то передавайте, приветы. Так я что, передаю всем, кто знает дядю Сашу Горбунову, всем привет от меня. То есть, все очень чмоки-чмоки всем. Дядя Саша, спасибо вам огромное, правда. Пушистый, как сошел, ты сцепленный. Я родился в год с чемпаком. Мне кажется, дядя Саша с компаксом и ходит. Друзья мои, смотрите, настало время сейчас нам немножко выдохнуть, да? Потому что уже скоро к нам придет очень классный дизайнер одежды. А сейчас мы вам расскажем, между прочим, вместе с шеф-поваром ресторан «Ванильное небо», как классический стол на Новый год сделать не очень классическим. Сейчас поросенок в первой студии в рубрике «Овсянк». Поехали. В яблокали, да? Доброе утро, друзья. С вами я, Вячеслав, шеф-повар ресторана «Ванильное небо». Сегодня мы замаринуем молочного поросенка. Молочный поросенок считается весом до 5 килограмм. Для рассола репчатый лук, мытый в кожуре, морковь, чеснок и вся трава, которая у вас есть в наличии. Да, это может быть и кинза, и мята, и кимьян, и укроп. На литр воды столовая ложка соли. Варим рассол после кипения минут 20. После этого рассол снимаем, охлаждаем до комнатной температуры. Друг наш пролежит там, ну, сутки, лучше сутки. Вот. Он возьмет все свое, плюс еще и обретет цвет, да, так как лук мы варим в кожуре. Наш поросенок замариновался, промариновался. Я его запекал сегодня 3 часа при температуре 157 градусов. Я предлагаю вот такой вариант сервировки. Ну, это мое личное видение. Здесь шампанское, апельсины, помидоры черри, листья салата, ну, яблочко, мандарин, апельсин. Ну, поросенок, сено, мне кажется, это близко. Вот у нас такое блюдо получилось, бадунный или поросенок с бадуна. Если у вас не хватает времени на приготовление этих блюд или других, приходите в ресторан, и профессиональные повара все для вас приготовят. Вот такой вот поросенок у нас приготовился. Ему один вопрос, зачем мы привязали к бутылке шампанским. А что все остальное тебя совсем не смутило? У нас уже Елена, между прочим, в беседу вклинилась. Как вы тут оказались, Елена? Ну, как рассказывать? Смотрите, друзья, у нас в гостях сейчас замечательная дизайнер одежды Елена Якуши. Она пришла у нас не просто так, а развеять все мифы о том, как правильно, в чем правильно встречать Новый год. Она нам только что сказала, втихаря, пока вы смотрели на поросенка, о том, что все-таки разнится мнение о том, в чем нужно встречать Новый год, да? И что модно. Так вот, в чем же модно и что же нужно? В чем же нужно? Вот так вот, повторю. Ну, у нас год земляной собаки. Желтый. Да, желтый. И, кстати, именно желтый цвет был выбран основным из главных цветов 2018 года. Не главным, но... Один из. Один из. Да, Американский институт Пантон выдвинул эти цвета на 2018 год. И там даже два желтых оттенка. Лаймовый и желто-солнечный. Как цыпленок. Как дядя Саша у нас только что был. Ну, дядя Саша Грабунов, да. Поэтому, если вы оденете этот цвет, вы будете и в моде, и в тренде, в моде, и вас собака примет. Нормально. То есть собака все заладится. Хорошо. Да, туда же входят цвета. В чем можно встречать Новый год? Это золотые, песочные, хаки, уходящие в коричневый, шоколад. То есть все оттенки теплые и зеленые, как таковы. Красный просто неприемлем. То есть дядя Саша в красном костюме Деда Мороза не пошел у нас. Так, красный никак, да? Красный нельзя. Хорошо. Это цвет уходящего года. Так, так. Какой еще никак? Никак. А, наверное, ну, синий, наверное, не очень уж и хорош будет для собаки. Я сделала нам небольшой подбросик из тех самых платьев вечерних, да, сейчас, которые Елена, вот которыми занимается. Вот сейчас там как раз-таки есть. Вот в таком зеленом тоже нет? Нет. Ну, в этом, конечно, можно, скажите, Елена. В этом можно, причем нормально. Нет, оно уже тоже бы поспорило на новогодний вечер, потому что, как бы, сам фасон платья и материалы выбранные, они еще в тренде, в моде, но сам цвет уже не самый актуальный для следующего года. Ага, ну, под елку можно было бы немножко замаскироваться. Тут красный точно нет. Нет. А вот фасон, такое вот платье, может быть, летящее, струящее, собака любит такое? Или вот такое? По поводу именно выбора фасона платья, тут, как таковых, нету вот прям жестких правил для следующего года. Фасон должен каждый человек выбирать себе, каждая девушка сама. Что идет, то и в том и иди. Да, который ей красив для ее фигуры, для ее типажа. А я читала о том, что вот теперь мини-мини нужно сменить в год собаки на длину до колена, воротнички, длины рукава. До колена, длина макси. Длина, в принципе, опять же определяется для, ну, относительно того, что человек, в принципе, носит, а что ему удобно, комфортно и что ему идет. Новые коллекции дизайнерские, тех же самых вечерних платьев были представлены абсолютно любая длина, начиная от мини, заканчивая макси. То есть это все на выбор? Хорошо. Конечно. По тканям. По тканям... Ну, я не знаю, может быть, паетошная, кусок паетки на себя. Нет, нет, не идет. Вот, как ни странно, у нас в России эта тенденция еще сохранилась, очень много в продаже ткани с паетками, но если, опять же, пересмотреть коллекции 2018 года, всех известных дизайнеров, нет уже таких платьев в паетках. Вопрос. Нет, просто нет, они как детали, как дополнение где-то присутствуют, но цельнокровно нет. Но у нас же сейчас есть не только модницы, но и модники. Вот у нашего есть золотой костюм. Подождите, Ксения. Нет золотого костюма? Золото в моде, но не паетки, а именно в качестве металла, то есть золотая кожа, золотые ткани. Слушайте-ка, я в паетках как бы и не хотел идти. Просто у меня вопрос. Ну, я понимаю, что вы, наверное, больше по женской аудитории. Ну, вы же все равно, как бы, вы же талантливая, да? Вы же видите. А мужчинам вообще, в принципе, вот есть, может быть, какие-то ограничения? По цветам понятно. Да, но вот Ксюша сказала, что какие-то консервативные, да? Консервативные, да, консервативные. Даже в выборе фасона, именно в чем встречать Новый год, лучше придержаться консервативных образов, простых кроев, платьев для девушек и для мужчин. Ну, то есть... Пожалуй, надену очень простого кроя платье, я дам. С небольшим количеством поеток. И, кстати, желтый цвет, именно для новогодней ночи лучше выбирать приглушенный, мягкий, пастельный. То есть не яркий теплёный. Либо уходящий в песочный, да, потому что... Друзья, это важно. Собака вообще не любит никаких яркостей, вычурностей. У неё же чёрно-белое зрение. Да, и в принципе, вот... Экстраординарность, эпатажа. Да, это ей неприемлемо. А если Лёша будет в тёмном костюме, консервативном, в чёрном, но у него будет жёлтенький носок. Или в коричневом. Он угодит собаке? В жёлтых носках. Нормально, отлично. Смотрите, на самом деле у нас есть небольшая тайна. У нас Елена, она как бы дизайнер не просто женской одежды, она и дизайнер свадебных платьев. И вот мы не можем не спросить, чего ждёт нас год 2018 в отношении свадебных платьев. Ну, вообще, есть какие-то изменения? Вот Елена пришла в свадебном платье. Ну, да, 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 да. И нормально, вот в одном из... Она, между прочим, в своём пришла, да? Это сама шила? Нет. Нет, не сама шила, но всё. А вообще дизайнеры... Сапожник без сапог. Понятно. А дизайнеры, они вообще как бы носят то, что шьют? Ну, да, смотря что, конечно. А вы будете... Свадебный платёж не надеялся. Новый год встречает в том, что сами шили? Ещё пока неизвестно. Понятно. Смотрите, сейчас мы ещё покажем вам свадебное платье, и Елена нам расскажет каратенечко о том, что нас ждёт свадебная мода, и вообще вот... Прикольно. Вот мне нравятся такие вещи. Ну, это вот как с мужской точки зрения, да? Ну, допустим. Ну, скажем так, опять же, эти все платья, которые вы сейчас увидите, это платья предыдущего года. А, как того. Да. Ага. То есть... Ну, а не что-то сохранится из них на 2017? Конечно, нет. Мне нравится. Вот. В свадебных платьях, в принципе, классика, она вечна. Если выберете классическое платье, не обязательно пышно. Так, ну, красивое же. Красиво. Красиво. Очень красиво. Всего тампир. Тут стоит уже уделять внимание деталям. Ага. А детали какие? На что надо обратить внимание? Сейчас в свадебной тенденции и в вечерних платьях то, что именно в моде, это элементы обнаженного тела. О, обнаженного тела. Мы любим. В ткани с кружевом и с эффектами, вот, имитации то, что кружево как бы на теле отдельно. Поэтому встречать Новый год в таком нежелательно. А вот свадьбу нормально. А свадьбу или какие-то последующие вечера будет очень даже чудесно. Слушайте, здорово. Лен, спасибо огромное, что к нам пришла, за то, что мы теперь выяснили, что Лешка может встречать, да? В платье, да. В платье нравится. Ну и слава богу. С чем, с поэтками или как? С поэтками. Без поэток. Без поэток. Консервативно. Максимум желтый на спине. Окей. У нас в гостях была дизайнер женской одежды Елена Якуш. Лен, спасибо огромное. А сейчас у нас настало время рекламы и новостей. Никуда не уходить. Скоро вернемся и продолжим. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио шоу Первая студия. Друзья, 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 Первая студия вновь с вами. И будем до восьми утра. Мы Сережа Воронин, Лешенька Торохов. И Ксюша Рулева. Всегда в модных цветах. Друзья, мы сегодня обсуждаем 2018 год. Год желтой земляной собаки. В чем встречать мы вам уже рассказали. Часть примет мы с вами озвучили. А теперь давайте посмотрим в нашей группе ВКонтакте, что нам пишет наш телезритель. Давайте начнем с приветиков. Первый привет у нас присылает Светлана Сидорович. По традиции доброе утро. Всем предновогоднего настроения и позитива. Мария Романова-Шулеймна добавляет. Всем доброго утра, лайта и позитива. Привет моей племяннице Викулии Фроловой. И вам первая студия. Давай, Анна Козловская. С добрым утречком. Поздравляю вас с двухсотым эфиром. Развивайтесь, оставайтесь таким же веселыми, жизнерадостными и заряжайте всех позитивом. Поцелуйчики, сердечки, да, и еще что-то у нас не вижу. Развивайтесь. Спасибо. Ну-ка. Владимир Горячичев, доброе утро всем. Всем большой привет. И большой привет моей любимой. Она писала выше, по-моему, да? Да, да, да. И всем-всем удачного дня. И вот Светлана Круглова нам написала. Доброе утро, первая студия. С вашей помощью хотелось бы поздравить мою подружку Щербань Елену. С днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, улыбок, близких и всегда позитивного настроения. Пусть каждый день будет наполнен счастьем и любовью. Елена Щербань. Щербань Елена. Хорошо поставил ударение. Присоединяемся. Да, абсолютно верно, что это очень хорошо, что вы ставите ударение. Иначе бы я поставил ударение на мягкий знак. Конечно. А в историях Мария Романова Шулей напишет, нужно загадать желание. Это вот из примет, да? Нужно загадать желание, написать его на бумажке, жечь, положить в бокал шампанский, и мы выпить, говорят, сбудется. Кстати, один раз, значит, зажег бумажку, бросил, она у меня потухла. А я думаю, а надо же все равно выпить. Да. И я съел бумагу. Ты же дожелала. Давайте так к опросу, да, верите вы или в приметы Новый год. У нас практически 35%, конечно, стараясь всех выполнять. Ух ты. Столько же, почти 35, нет. Мы сами творим свою жизнь. Не верю, у нас 25% и почти 7%. Не буду отмечать. Не все равно Новый год не буду отмечать. Ну, такой вариант мы оставляем, видите, кто-то на него и находится. А Владимир Гречищев добавляет. Доброе утро, встречать нужно в тех вещах, в которых будет удобно, а приметы я не верю. И которые есть. Сейчас нужно жить так. День прошел, и слава богу. А что будет завтра, это будет завтра. Нужно наслаждаться каждым днем и каждым годом. Ну, такая позиция тоже имеет место. Оптимистичненько. А у нас есть звоночек. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Владимир, я только что вас читала. Цитировали буквально. Владимир, ну раз я вас прочитала, и раз мы уже про вашу одежду знаем, задаем вам вопрос такой. Есть ли у вас знакомые дети? Нет. Нет? Вообще, что ли? Ни одного? Нет. Владимир, мы вас практически не слышим. Поближе, поближе к трубочке. К трубочке. Нету. Ну и ладно, тогда находите детей. Если у вас есть знакомые женщины-овны, в 2018 году они будут плодородны. Смотрите, Владимир... Нет, ну я сам овен. А, ну, значит, вы будете плодородны. Владимир, передавайте привет, давайте всем желать доброго утра и говорить, что нужно встречать Новый год. Главное, что с хорошим настроением. Всем большой привет вам сначала. Спасибо. Большой привет родителям, маме Тане, моей любимой и всем, кто меня знает. Спасибо огромное, Владимир. Любимая привет передал, миссию выполнил, любимая услышала. И все счастливы. Ну а сейчас, друзья мои, у нас есть... Сережа подготовил маленький-маленький материальчик про собачек, да? Давайте посмотрим, год собаки у нас же впереди. Сейчас посмотрим, какие бывают собачки. Ну давайте посмотрим. Милые, прикольные. Вот такой вот классный. Это какая собака? Это мафиози. Это собака мафиози. А это собачка, которая съела кислый апельсинчик. Ну, слушайте, на самом деле это очень мило. Как бы я люблю животных. Единственное, что у меня квартира маленькая и не позволяет больше вмещать... У тебя еще год собака просто мечтатель. Романтик. На закатик. А вот про петухов такой подборки у нас не было. Смотри, какой спасатель. Это хаски? Нет, это не хаски. А это собака, которую только что съела... Маленький лабрадор. Съела пасту шоколадную. Ты посмотришь, что... А это просто наш снеговик. Ну, обнимака. Это не собака. Встречалка. О, это очень классно. Это такая собака, как эсхатико. Это пират. Это пират. А, да, да. Кличка пират у него. Слушайте, у нас... Вот, да, 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 да. Вот так вот несешь, и она радуется. Привет. От всех. А это я, типа... Это ругают, как всегда, Ксюша Рулева. Мы ругаем после эфира. Ну, в принципе, она так и выглядит. Неправда. Нет, никто меня не ругает. Друзья, вот такие вот мимишные собачки. Ну, а теперь мы к вещам серьезным переходим. У нас обзор прессы, как-никак. Надо постараться. Стараемся. Пожелайте нам удачи, друзья, потому что прямо сейчас мы вам расскажем, что в свежем номере газеты «Северный край Ярославский регион». Вы узнаете, по какому бюджету мы будем жить в следующем году. Чем полезны фермерские продукты, когда на столах ярославцев появится рыба местного производства и почему снизилось количество фальсификата, ввозимого в область. В область. Как стать приемной семьей для пенсионеров, Леша? И чем в этом году порадовало нашествие Дедов Морозов, который был 16 декабря? Почему растет интерес к разного рода колдунам и экстрасенсам и сможет ли введение уголовной ответственности для лжемагов спасти доверчивым россиянам? А что сейчас попадешь своим гороскопом на 18-й год? Друзья, а в новом номере газеты «Ярославский агрокурьер» читайте, Сереж, что? Состоялось мероприятие, посвященное 10-й молодежной премии Ярославского района «Шаг». Вот такая премия. Более 100 самых активных молодых людей приняли участие в этом торжестве. В премии 8 номинаций поселение лидером стало «Заволжское сельское поселение». Были выручены также награды призеров конкурсов «Лучший волонтер Ярославского района» и «Лучший волонтерский отряд все того же Ярославского района». Каратенечко быстро. Четырехметровый православный поклонный крест установлен на федеральной трассе М8 «Коломогор» в районе Кузнечихи. Ты теперь. А, в поселке Дубки прошел вечер, посвященный подготовке 200-летнего юбилея Николая Некрасова. Или сережка. И победителем областного конкурса «Бухгалтер-профессионал-2017» в номинации «Молодой бухгалтер» стал специалист из поселка Михайловский Ярославского района. Кирилл Павлов. Ну что ж, Кирилл мы поздравляем, всех мы поздравляем. Наступающий год собаки будет интересным как минимум, ну а про него еще будем рассказывать аж полторы недели. Друзья, что мы сегодня извлекли? Встречать надо в желтеньком, но не сильно ярком. Пайетки не надо. И если у вас есть хоть какое-то подобие собаки в вашей квартире, обязательно его используйте. Помните, что в вашей жизни обязательно есть компас и распределите все стороны света по площади своей квартиры. И в копилочку в виде собачки опускайте монетки. И овны будут плодородные. Если у вас есть знакомые овны, обращайтесь к ним. Друзья, с вами были Сережа Воронин, Лешенька Торхов и Ксюша Рулева. Друзья, увидимся уже завтра, четверг, 21 декабря. Будем вырезать снежинки. Пока-пока. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио шоу Первая студия.